Минувшие выходные точно войдут в историю. И как самые холодные за нынешнюю зиму, в некоторых районах области столбики термометров спикировали до минус 20. И как самые горячие, 20 пожаров за два дня не только потянули на антирекорд, но и унесли жизни пяти человек. География выездов сотрудников МЧС раскинулась на всю область. Звонки о возгораниях с небольшим перерывом поступали из Волковыского, Щучинского, Вороновского и Новогрудского районов. К слову, именно в последнем, при выполнении служебного долга погиб сам спасатель. В тот момент, когда Дмитрий Зайко находился в горящем строении, обрушились несущие балки. В ночь на понедельник в деревне Невда Новогрудского района при проведении разведки по поиску людей и ликвидации пожара жилого дома погиб командир отделения, старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Зайко. Дмитрий служил в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 1996 года. Коллеги отзываются о нем как об опытном спасателе, верном и надежном друге. За исключением этого происшествия, во всех остальных виновниками пожара предположительно были сами погибшие. Среди причин традиционные лидеры – ошибки при использовании печного отопления и смертельно опасный дуэт алкоголя и сигареты. Счет погибшим открыли и в областном центре. Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС ночью. Тревогу забил житель одной из многоэтажек по улице Поповича. «Ночью мужчина обнаружил у себя в квартире задымление, вышел на лечную площадку, задымление также там было. И постепенно спускаясь до нижнего этнажа, задымление усиливалось. Когда он вышел на улицу, обнаружил, что в бывшей мусорокамере, неэксплуатируемой, интенсивно идет дым». К тому моменту, когда на место прибыли пожарные расчеты и взломали запертую дверь мусорокамеры, мужчина, находившийся там, не подавал признаков жизни. Уже позже стало известно – погибший местный дворник, проживавший тут же неподалеку. Со слов коллег, накануне повздорил с супругой, видимо, поэтому и решил переночевать в мусорокамере, где персонал ЖЭСа хранит инвентарь. У 57-летнего дворника за плечами лечения в ЛТП, частая смена работ и все же у руководства по работе к нему претензий не было. Тем не менее, эта трагедия подняла серьезный вопрос – что делать, чтобы произошедшее не повторилось? «Дополнительно будет проведен издан приказ по предприятию, он уже издан, значит, для того, чтобы пройти и проведить 100% мусорокамеры не только там, где находится инвентарь наших работников, но и те мусорокамеры, которые бездействуют, проверить, в каком состоянии они находятся. Почему находится инвентарь мусорокамеры? Характер работы не позволяет создать бытовое помещение на каждом доме для каждого работника». Эта гибель стала первой на пожаре в нынешнем году в областном центре. А вот причина все та же – банальное курение. Лена Молчанова, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...